Из книги «Открытый моком» седьмой том, тема Лапкин книги, вопрос 1859. Вас считают знатоком священного писания, канонов и житий святых. Могли бы вы сходу по нескольким строчкам, если там закрыть имена тех, о ком пишется, сказать, о ком это написано? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. От родителей по наследству, от Бога по благодати мне дана память, трудолюбие. У меня нет ничего, что меня затрудняло бы во времени. 41 год я ежедневно занимаюсь Библией, трудами святых отцов, житиями и канонами. Как же мне не знать их? Если в храме, даже на Паримеях, я слышал хотя бы три слова рядом, то мог сказать и главу, и стих, откуда, из какой книги читается. Об Евангелиях и о всем Новом Завете все считали, что знаю их наизусть. Жития святых, все двенадцать книг, прочел уже двенадцать раз подряд. Библию начитывал только на пленку, на компьютер уже несколько раз. Начитывал на пленку жития полностью и все двенадцать томов Иоанна Затауста. Каноны все издавал, переводил, переиздавал, начитывал и многократно заучивал. Все тысяча двести семьдесят три жития святых держал в памяти. Сегодня уже не все в раз вспомню, но сказать какой это век, первый или далеко уже ушли, это любой, кто читал Библию хотя бы раз, сможет сделать безошибочно. Так разительно все такое разное, такое непохожее. Жития святых после провозглашения церкви, господствующей в государстве, стали отличаться так от первоапостольских житий, как не земля от неба. Царство, которое принес Христос, было заменено царством попов и монастырей. Произошел переворот, полная измена и подмена. Иоанна 10.5 За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Лука 21.8 Он сказал, берегите, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем моим, говоря, что это я, и это время близко. Не ходите вслед их. Тимофей День памяти 22 января Вышедший из Листр, святой апостол Павел проходил города и селения, уча и благовествуя Царствие Божие, и всех просвещая светом благочестия. За ним, как звезда за солнцем, воссиявшем от третьего неба, следовал божественный Тимофей, воспринимая немерцающий свет благочестия, учение благовествования Христова. И научаясь высоким подвигам и добродетельной жизни, как об этом и сам святой апостол Павел свидетельствует, ты последовал мне в учении, Житие, расположение, вере, великодушие, любви, терпение, вгонение, страданиях. 2 Тимофеем 3, 10-11 стихи. Так святой Тимофей подчеркнул все добродетели от сосуда избранного апостола Павла и воспринял от него ради Христа апостольскую нищету. Не приобретая себе никаких богатств, ни золота, ни серебра, никаких либо других вещественных благ, он переходил с места на место, возвещая Евангелие Царствие Божие. 1 Фессалоникийцам 3, 2. Мы послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия, сотрудника нашего, благовествование Христовым, чтобы утвердить вас и утешить вере вашей. Эти и многие другие свидетельства в похвалу святому Тимофею находятся в посланиях апостола Павла. Святой Тимофей с учителем своим проходил все концы мира. То в Эфесе, то в Коринфе, то в Македонии, то в Италии, то в Испании они возвещали Слово Божие, так что с полным правом можно было сказать о них в Солом 18, 5. Во всей земле проходят звуки и до предела Вселенной слова их. При этом святой Тимофей был проницательен в рассуждениях, быстро в ответах и проповеди Слова Божия. Искусный оратор в изложении Божественных Писаний, увлекательный столкователь в церковном управлении и защите истин веры, достойнейший пастырь. В особенности же достойно внимания то, что он получил изобильную благодать, так как учение свое он подчеркнул из двоякого источника. Он не только имел своим учителем святого Павла, но поучался и у святого Иоанна, возлюбленного ученика Христова. Лукелиан. День памяти 3 июня. Как описать, сколько тысяч народов в короткое время обратили они ко Христу, возвещая всем Слово Спасения? И настолько споспешествовала им сила Божия, что, смотревши на них, думали, что взирают на небесных граждан, ибо знамениями и чудесами сияли они посреди всех, просвещая души избранных Божьих. Потом они оставили Италию, достигнув морского берега, сели на корабль и отправились в плавание, куда Дух Святой направлял их. Радостно пристали они в гавани города Арелата, высадились и были с честью и дружественно приняты жителями этого города. Здесь отдохнули и начали, по примеру святых апостолов, избирать себе страны для проповедания Слова Божия, чтобы проповедью Евангелия Христова распространить и умножить Церковь Божию всюду среди язычников, даже до океана Британского. Святой Маркелин с небольшим числом братья и пошел в Испанию, блаженный Сатурнин в Галию, а святой Дионисий с блаженным Лукианом и прочими пришли в пределы Париския. Отсюда святой Лукиан с пресвитером Максианом и дьяконом Юлианом удалился на проповедь в Бельгию. Весь проникнутый благодатью Святого Духа он возвещал там имя Господне, побеждал силу вражи, насаждал Христову Церковь. И наставлял народ к спасению не меньше примером добродетельной жизни, чем к ловам. Днем и ночью непрестанно проповедуя о Христе, Лукиан пребывал в молитвах и бдении, ежедневном посте, воздержании, в полном умершлении плоти. И так изнурялся я постоянно, пока послову апостольскому Римлян 12.1. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Обычно его пищей были небольшой кусок хлеба и зелень, питьем вода, уменьшлением плоти он был изможден терпением, украшен, обладая чудным смирением, исполненной кротости. Он достиг такого совершенства добродетеля, что, живя во плоти на земле по духу, казался уже живущим с ангелами на небе, поэтому лицо его всегда видели светлым и приветливым. Аум мирным и весь образ сего, старца, украшенный чудной сединой, являл земного ангела небесного человека. Аполлинарий 23 июля, день памяти. Приблизившись к вышеназванному городу Аполлинарий, вошел в дом одного воина по имени Ириней, желая как странника отдохнуть. Во время беседы с ним святой епископ объявил этому Иринею о себе, кто он, откуда и ради чего идет в их город, и говорил о Христе Иисусе и его божественной силе, осенив крестным знамением. Отче слепого изрек Божий вездесущий, внеси познание Сына Твоего в этот город, да не только телесный, но и духовные очи людей этих просветятся, чтобы познали они Тебя, единого истинного Бога и Господа нашего Иисуса Христа, которого Ты послал для спасения мира. Как только святой изрек этот отчаст отверглся отче слепого, и он прозрел и припал к ногам человека Божия с родителями своими, и так вся та семья уверовала во Христа, и крестились в реке, которая протекала недалеко от Равенны, и стал святой жить в том Иринеевом доме.